Для каких простых чисел b существует такое целое число a, что a в четвертой плюс a в куле плюс a квадрат плюс a плюс 1 делится на b? Другая задача. Докажите, что 2 в степени n плюс 1 не делится на n плюс 1, если n натуральное число. Еще одна задача. Если 2 в степени n плюс 1 делится на n, то в таком случае можно доказать, что таких чисел n бесконечно много, но это потом. Все давайте просто решим эти задачи. Заметите, это уже такие неожиданные довольно-таки факты. Потому что, когда смотришь на вот такой многочлен, то кажется совершенно непонятно, что с ним вообще делать. Между тем, все совсем не так сложно. Если мы возьмем число a, то оно не может делиться на b. Потому что если a делится на b, то каждый слагаемый делится на b, значит, n делится на b. Такого не бывает для простого числа b. Значит, a в п минус первой степени сравнимо с единицей по 0 и b. Это малая делим информация. Отлично. Но теперь смотрите. Что такое a в пятой степени минус 1? Это a минус 1 умножить на вот эту штуку. То есть делится на b. Сначала я беру, пусть делится, и пойму, каким тогда должен быть историчный пункт. Делится на b. Отлично. Значит, a в пятой степени сравнимо с единицей. Но смотрите. Если a в пятой степени сравнимо с единицей, значит, порядок числа a по модулю b то ли единица, то ли пятерка. Давайте разберем эти варианты. Первый вариант. Пусть a сравнимо с единицей. Тогда, по-моему, b здесь написано 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1 плюс 2. То есть 5 делится на b, то есть b равен на 5. Такое бывает. Действительно, b равно 5 вполне себе прям. Дальше. Пусть все-таки a не сравнимо с единицей. Тогда порядок равен 5. И значит, b минус 1, который должен делиться на порядок, делится на 5. Здесь же это. b минус 1 делится на число 5. Значит, два варианта. Либо p равен 5, либо число p дает остаток 1 при делении на 5. Теперь давайте в обратную сторону. Предположим, что число p, ну, если 5, то все понятно, имеет вид 5n плюс 1. Вот такой вот слух. Я хочу сейчас придумать такое число a. Что a плюс 4 плюс 1 кубик плюс 1, да? То есть 1 делится на 5. Что я для этого на самом деле должен сделать? Я должен взять число порядка 5. Очень хорошо. Очень хорошо. Я беру первообразный кубик. Он есть. Обладающий тем свойством, что все элементы это просто-напросто вот такие. а p минус 1 степени это единица, а все эти не единицы. И из этого самого альфа делаю число a и шуток. a это альфа в степени n. И посмотрите, что тогда будет. Тогда а в пятой степени это альфа в степени 5n, то есть альфа в степени p минус 1, то есть единица. А просто а это альфа в степени n, это не единица. Значит, а это в точности элемент порядка 5. Значит, когда мы сюда посмотрим, то а минус 1 будет не делиться на p, а а в пятой минус 1 будет делиться на p, значит, это скобка будет делиться на p. Вот такое многочленное называется многочленное деление круга. И на самом деле, конечно, мы для любого многочленного деления круга могли бы такой фокус провести. И вот таким образом замечается, что делитель значений многочленного деления круга, простые делители, это не просто числа, а вот числа с такого рода условия. Давайте посмотрим сюда. Вот это у нас очень симпатичная такая, несложная задача. 2 в степени n плюс 1 делится на n. Ну, смотрите, эта альфа в степени цена понятна. У всех остальных чисел есть простые множители. И давайте рассмотрим не само число n, а наименьший простой делитель. Что тогда у нас будет? 2 в степени n будет сравнимо с минус 1 по модулю этого самого простого числа. Отлично. Отлично. 2 в степени 2n будет сравнимо с единицей. Но, внимание, 2 в степени p-1 будет тоже сравнимо с единицей, потому что малая теорема ферма верна. И вот сейчас, смотрите, какая история. Число p-1 как-то разлагается на простые множители. Но ничемных простых множителей в числе n из числа p-1 быть не может. Почему? Потому что мы брали в качестве p наименьший простой делитель. Значит, когда вы берете p-1, это уже меньше, чем p. и поэтому никаких... Надеюсь, все понимают, что n нечетный, да? Если n больше единицы, то вот это вот число нечетное, а у нас все делители нечетные. Поэтому, конечно, двойки среди простых множителей числа n нет. И все нечетные простые делители отсюда не могут входить в число n. Отлично. Так чему же в таком случае может равняться наибольший общий делитель 2n и p-1? Понятно, почему. Только двойки. Только двойки. Значит, из этих двух сравнений следует, что порядок числа 2 по модулю b это или двойка, или единица. То есть, или 2 в квадрате сравнимо с единицей, или просто 2 в сравнимо с единицей по модулю b. Ну, 2 в квадрате сравнимо с единицей так вообще никогда не бывает. 2 в квадрате сравнимо с единицей бывает. Это как раз ничего нечетный, а равно 2. Задача решена. Нет, а почему тут делится на цель-то? Потому что P был наименьший простой делитель. Ну, это какое-то число конкретное. И мы только что поняли, что 2 в квадрате сравнимо с единицей по модулю P. Значит, P это тройка. Здесь тяжелое место было вот это. Из этих двух сравнений надо было помнить, что есть такое число, порядок числа 2 по модулю P. Что, когда у нас 2 в какой-то степени сравнимо с единицей, то эти показатели делятся на этот самый порядок. А наибольший пределитель всего лишь дворка. Значит, никуда не денешься, значит, 2 в квадрате — это не единицей. Порядок или единицей, или дворка. Всё, да? Так вот, давайте я еще несколько слов скажу про эту поводу. Почему таких чисел N бесконечно много? Ну, посмотрите. 2 в кубе плюс 1 — это что? 9. Это 9. Значит, делится на 3. На самом деле даже на 3 в квадрате. Так вот, если внимание посмотреть, то 2 в степени 3 в степени N плюс 1 делится на 3 в степени N плюс 1. Это очень легко по индукции доказатель. Ну, в самом деле, предположим, что мы это уже знаем. Ну, 5 равно 1, это мы правда знаем. Посмотрим для следующего. 2 в степени 3 в степени N плюс 1. Это что такое? Ну, это сумма кубов, да? Это 2 в степени 3 в степени N в кубе плюс 1 R в кубе. Ну, отлично. То есть, 2 в степени 3 в степени N плюс 1 умножить на 2 в степени 3 в степени N в квадрате минус 2 в степени 3 в степени N и еще раз. Замечательно. Так вот, это у нас делится на 3 в степени N минус 1. Осталось понять, почему вот эта скобка делится на 3. Ну, это вообще-то очевидно, потому что мы же уже знаем, что вот эта вот степень при делении на 3 дает в остатке 2. А 4 минус 2 плюс 1, что такое? А это будет 3. А 3 надо делиться. Вот. Таким образом, вот чисел N, для которых 2 в N плюс 1 делится на N, бесконечно много. 2 в степени N плюс 1. Нужно доказать, что при всех правильных N делится на N плюс 1. Ну, давайте предположим, что делится. Тогда вот это число нечетное. Понимаете? Смотрите. Значит, это число тоже нечетное. Значит, N четное. Здесь надо написать, что любое четное число представимо в виде произведения какого-то нечетного числа E в степени двойки. K – это направленное число, но нечетное число. Ну, на первый взгляд вообще не понятно, что делать. А на самом деле эта задача у нас была. Только в более простом виде. У нас S равнялась единице, K равнялась единице. Правда, здесь уже было любое число. Дело выглядело так. X квадрат плюс 1 может иметь только простые делители, сравнимые с единицей по модулю 4. Давайте посмотрим, как это можно сказать. 2 в степени S – это некоторое число. Не так важно, как я. Важно, что оно возводится в степень 2 в степени K. К этому прибавляем единицу. Вспомните, пожалуйста. Если у нас здесь K равнялась единицей, то получалось что-то в квадрате плюс 1. И простые делители были только вида учетверенное какое-то число плюс 1. Вот я сейчас докажу. Если X в степени 2 в степени K плюс 1 делится на P, где P – нечетное простое число, то P дает остаток 1 при делении на 2 в степени K плюс 1. Вариант у нас уже был этого, когда карнялся единицы. А сейчас более интересный вариант. Давайте посмотрим. Это очень легко. Это действительно очень легко. Ведь если у нас X в степени 2 в степени K сравнимо с минус единицей, то вообще-то X в степени P – 1 сравнимо с единицей по малой теории Ферма. X в степени 2 в степени K плюс 1 сравнимо с единицей. X по минус 1 сравнимо с единицей. Ну, смотрите, это степень 2. Поэтому наибольший общий делитель – это в любом случае какая-то степень 2. Если бы он равнялся 2 в степени K или меньше, то мы получили бы, что X в степени 2 в степени K сравнимо с единицей. А оно вообще-то сравнимо с минус единицей. Поскольку оно не сравнимо, то наибольший общий делитель обязан равняться 2 в степени K плюс 1. Значит, P минус 1 делится на 2 в K плюс 1. Значит, P дает остаток 1 при делении на 2 в степени K плюс 1. Давайте посмотрим, какие из этого частные случаи. Например, если взять в качестве K двойку, то получается, что делители числа X в 4 плюс 1, но нечетные простые делители, обязательно сравнимо с единицей по модуль 8. Это, конечно, уже не квадраты в более высокой степени, но, тем не менее, какая-то забавная штука. Задача решена. Так, почему она решена вариантами? Потому что вот это число не сравнимо с единицей. S нечетное. Оно не сравнимо с единицей. И поэтому получить его в виде произведения чисел сравнимых с единицей по модулю 2 в K плюс 1 просто не нужно.